И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю снимать Роял Квест. И сегодня, знаете, честно, я не хотел сегодня снимать видео по Роял Квесту, но решил, думаю, ладно. Так сказать, промежуточный результат тоже нужно показать. Так сказать, рассказать о торговле, сказать, ну, некую дополнительную информацию и так далее. Начнем с торговли. Чай вообще не продался практически, зато тортики продались. Я еще поднял 8 тортиков, то еще, ну, в общем, тортики продались, еще что-то тут у меня было. Продалось, а так что золото берем. Так, забрать все. У меня же все не влезет, не влезет. И забрать все. Так, это, привет, так это удалить. Все, это шмотки, пускай там лежат. Дальше, как видите, жвачек у меня 6. Жвачек я не использовал. И откуда у меня одна появилась, сейчас расскажу. Появилась она у меня не одна, а появилась 21 штука. Суть в чем... Сейчас немножко скину лишнее. Вот так вот. Суть в чем. Захожу на рынок, как говорится, смотрю там свои привычные предметы, типа там сосуд смотрю, цена. Захожу в расходники там. Оп, ничего не изменилось там. Дальше захожу в шоколад, допустим. И в улучшении предметов шоколад тоже ничего не изменилось. Так, секунду. Ага, все нормально. Звук идет. Просто звук проверил. Идет, запись нет. Вот. И, ну, давай, короче, там всякий слизь смотреть. Слизь. Я сейчас просто сразу же побольше проверяю. Ничего нового не появилось. Вот. И суть в чем. Удалил название и решил посмотреть. Оружие, одежду смотреть нет смысла, так как здесь вряд ли что появится. Боевой зверек. Иногда есть смысл смотреть. К примеру, если бы я бы купил бы там некоторых животных. Точнее, если бы у меня были бы деньги на них, то я бы сейчас бы намного больше смог бы заработать на них. В кульчах здесь тоже редко что можно найти. В картах я не разбираюсь, так что там вообще нет смысла смотреть. Трофеи. Трофеи я иногда прощелкиваюсь, посмотрю, а вдруг я что-то найду. Типа вот, к примеру, взять скорлупа желудья. 95 стоит. Я их продаю по 500 иногда. Ну, это иногда, поэтому я решил больше не заморачиваться с желудями, так что я их продам НПЦ. Так сказать, все равно слот занимает. Дальше улучшение предметов, конечно, можно посмотреть. А вдруг что, да как, да где. Про вдруг сейчас я расскажу. Дальше заходим в расходники. Здесь куча всего. И я, конечно же, увидел 21 жвачечку по цене 5 монет. В общем, короче, цена у нее была именно такая, которая предлагает НПЦ. То есть не НПЦ, а компьютер. Когда ставите продажу. 21 штуку. Да, по 5. По 5 золотых было, потому что я на 21 штуку потратил 105 монет. Представьте, 21 жвачку я купил за 105 монет. Кто-то объединял на 66 тысяч, если вкратце. Вот. Ну, это я уже с учетом налогов 15% сказал. Так, 77 700. Если быть точнее. Если продавать по 3 700. Вот и получается. Я посчитал то, что 65 тысяч я заработал примерно. Ну, а почему бы и нет. Все равно буду торгаша ставить. Вот. Ну, и дальше также есть смысл по ресурсам продеться. Ну, я как бы здесь сильно не разбираюсь. Ну, основное я вижу то, что здесь уже цена идет со 188. Значит, смысла нету смотреть. В питомцах тоже, как бы, если бы у меня были бы деньги, то сейчас бы я мог бы, так сказать, по сравнению, допустим, крокера были в 2... Да, пожалуй, в 2 раза дешевле были крокеры вчера. А что поделать? А растянки тоже были дешевые и так далее. То есть, ну, сейчас растянка, как бы, там, почти 68 тысяч можно купить НПЦ, так что не проблематично. Вот это, как бы, ну, мне это, как бы, сильно-то и не нужно. Поэтому я сильно и не сморачиваюсь по этому поводу. Да и денег тогда еще не было. Вот. Поэтому, как бы, есть, есть смысл. Надо посмотреть по рынку, пошариться, а пусть что-то и найду. Иногда я покупаю, допустим, вот, расходники, да? Там, допустим, давай, расходник, заходим. Вот, допустим, окорок, да, 10 штук. Я смотрю, у меня есть слот. Ну, а почему бы, вот, вот, просто я беру, вот так, купил, там, 50 монет потратил, да? Ну, а, нормально, я 50 монет потратил, да? 50 же, да, я потратил там. Да, 50 монет потратил, и в итоге еще 15 заработают сверху. Вот, потому что продают за 65. Вот. И иногда я вот так вот покупаю всякую фигню, ну, так сказать, помочь, ну, вам. Ну, мне эта фигня, как бы, разницы никакой нету. А вот у них хоть какая-то радость будет, о, да, они продали, и все в таком. Их, я, к примеру, сейчас за окорок купил, да, 15 монет заработал. Вот, бывают и такие случаи. Чаще всего я просто в минус хожу. Ну, этот минус копеечный, так что я сильно и не заморачиваюсь. Сейчас найду какой-нибудь торгашат, у меня слот занятый точно, алхимическое. Вот. Также продолжаю, продолжаю, продолжаю эти квесты проходить. На ядовитую кислоту, ядовитую пластинку и слизь. Так что, как бы, тоже, немножко, так сказать, немножко подготавливаю себе платформу для продажи. Чтобы я мог поставить нормальный торгаша. Так, вот это продаем. Опять же, жевачек я продавать не буду, так что я буду продавать именно 21 штуку. 5 штук, которые мне подарили, я ее себе оставлю как на расход. Так что, кто дарил, можешь не переживать, если ты вдруг случайно будешь переживать. Ну, повторюсь, если вдруг случайно будешь переживать. Я ее все равно буду испортить как расход. Ну, как бы, жевачка-то мне самому нужна. Вот. В целом, за вот эти сейчас два дня, которые я не снимал, вот, я, магический фейерверк, давай так, бабах, вот это вот, бабах. Очень много магических фейерверков выкидывает. Я вот так подмираю, юзаю, в общем, время убиваю, так сказать. Вот, и... Что же я, о чем же я говорил, я уже не помню. В общем... А, кстати, да, насчет шапочки. Меня это просто уже взвесило, я уже многим именно конкретизовал, так сказать, конкретно высказал мое мнение о том, что же они постоянно пытаются высмотреть на моем видео и так далее. Ну, просто практически, не знаю, там, каждое второе видео найдется кто-нибудь, кто... Ой, ты сделал так, ты сделал этот, господи, что я сейчас вот, ну, допустим, да, я закончил записывать. Посмотрел на шапочку. Ё-моё, она слотовая, да, она стоит там ядрёно. А я уже её надел. И что? Что, я сейчас пойду записывать 5-секундное видео? Говорит, ой, извините, да, а потом я буду монтировать его два часа ждать, пока оно смонтируется это видео, да? Ну, я не мазохист, конечно, поэтому я не буду записывать там 5-секунд видео для того, чтобы я потом сидел два часа монтировал видео, потому что в последний раз она монтировалась два часа, и меня так напрягало, когда я последний раз монтировал. Вот, ну, она меня реально напрягала, там даже больше двух часов было. Вот, расскажу про шапку. Ой, я её снял случайно. Зимняя шапка. Она слотовая, да, она стала персональным предметом для меня. И я наложил на неё печать плюс 3% к опыту при убийстве монстров. Естественно, я бы эту шапку с этой печати мог продавать просто за ядрёшники. Кстати, да, вот для многих людей, возможно, это будет вот клевер. Давай подберём клевер, почему бы нет. всяко деньги. Так. Шапка, допустим. Вот одежда. Вот, зимняя шапка, да, минимальный 95. И слотовые, ну, кстати, да, сейчас уже не слотовые пошли. Вот. Сейчас, на данный момент, да, они идут за 500. Когда я их последний раз просматриваю, у них была цена пускалась до 200. То есть, теперь подумайте. Это я говорю тем, кто постоянно пишет то, что у них цена 500, там, и всё в таком духе, ты протупил и так далее. Да я бы эту шапку всё равно бы не продавал. Я бы так и так бы одел. Хотя потому, что это всё-таки новогодняя шапка. Вот. Да и в целом, если бы не те подарки, которые мне подарили, я бы эту шапку, может быть, и не достал. Так что подарили и подарили. Как бы, о, полен, ещё подобрал. Господи. О, 256 баксов. Ой, я богат. Вот. Так что я бы её так и так бы не продавал, конечно. Но в целом, в целом, получается неплохо. Вот. Плюс 9 к опыту. Ну, это плюс 9 в цифрах. А если в процентах, то... Чем больше монстр, тем больше, конечно, буду опыта получать за него. Вот. Так что шапочка вполне дорогая была бы. Ну, и в целом, продавать я её всё равно не собираюсь. Ну, карту бы, конечно, там вставить хорошую. Ну, карты у меня нет. Так что я сильно по этому поводу и не заморачиваюсь. Да и я в целом играю сам только на видео. Вот. И насчёт этого. У меня просто уже начинают бесить эти люди, которые там пишут то, что... Вот. Я там за день набил больше денег, чем ты там. И всё в таком духе. Господи. Вы посчитайте конкретно, сколько я снимаю на видео. Да? Вот сколько по времени я снимаю. И потом посчитайте... Кстати, этот опыт, который у меня прибавляется, это... Я постоянно просто зайду в игру, сдам квесты и выйду из игры. Всё. Я ничего больше здесь не делаю. Ну, нехило-то кукача идёт. Вот. И суть теперь в чём. Если бы я потратил игровой день на прокачку персонажей и так далее, то в первый же день, когда мне давали бы... Точнее, давали 3 дня према, я бы получил бы 30 с плюсом левел. И денег бы у меня сейчас было бы плюс ещё одна циферка. Вот. А теперь подумайте. То есть, мне, человеку, с большим опытом игры в разных играх, то есть, я просто всякой купли-продажи зарабатываю деньги. Я ничего не делаю. Я ничего не выбиваю. Я просто купли-продажи зарабатываю деньги. Если бы я так зарабатываю деньги, то неужто мне было бы тяжело сейчас пойти и набить, выбить шмотки хорошие, зайти в базу, посидеть там полчаса и найти хорошие шмотки, и пойти выбить их, и потом продавать? Неужто мне это было бы сложно? Я не глупый человек, и себя таким и считаю. И я прекрасно понимаю, что я заработаю просто огромные деньги, если я буду играть в игру постоянно. Но мне это не надо. И за 3 дня према, за 3 халявных дня према, я бы заработал на месяц према, уже не халявного. Вот, и у меня бы еще деньги бы остались на завтрак. Вот, ну это так, для справки. Ну, я человек работящий, я снимаю для вас видео, и поэтому это чертовски тяжело, знаете, снимать видео, и все в таком духе. Поэтому, как бы, ничего более я не собираюсь делать. Пока что я только, так сказать, для поддержки немножко канала. Я бы это видео тоже бы не снимал, потому что здесь показать как таковое нечего. Единственное, что здесь можно показать, это вот, ну да, вот я немножко рассказал, показать склад, который я уже вначале показывал. То есть вот у меня 9 крылышек, 6 кристальных сосудов, 9 ашкаловских кубиков, и вот жвачку я еще приобрел. Вот, 4 слота я могу продавать. Вот, так что, как бы, есть смысл ставить рынок, и он вполне уже такой неплохой будет. Вот, поэтому, как бы, это единственное, что можно было показать и рассказать там. Ну, 5 минут видео его снял, и все. Ну, я, как обычно, расусолил слишком много. Вот, так что, как бы, ребята, если бы у меня было бы желание, вы бы даже не смогли бы догнать меня своим опытом игры в Royal Quest, потому что я своим опытом игры в разные игры в легкостью бы обошел бы. Потому что даже вот, ездив на простой купли-продажу, можно заработать огромные деньги. Вкратце, на глупости людей можно зарабатывать огромные деньги. То неужто, играя своими силами, я бы заработал бы намного меньше? Конечно же, нет, я бы заработал бы раз в 5 больше. То есть, сейчас у меня вот столько денег. Плюс еще у меня на складу есть дополнительные деньги. Если все это посчитать, то у меня там выйдет в плане так и на нехилое количество денег. То есть, сейчас по 22 тысячи идет прем, да? А, кстати, что там, слишком много. Да, по сути, я могу на 7-дневный прем уже себе накопить, если я это все сейчас продам. Продам, пока она продается, я понабиваю деньги, я на 7-дневный прем набью себе. А если я набью себе на 7-дневный прем, все эти 7 дней буду играть? Ну, представьте, сколько я денег набью. Так что, просто помолчите, поддержите свое мнение при себе. Господи, я знаю, в чем мои ошибки. Толи, я потом пересматриваю все свои видео. Я снимаю, я пересматриваю все свои видео. Я вижу столько косяков, сколько вы даже близко не увидите. Потому что я такая скотина привередливая. Я просто придираюсь ко всему. Тем более, к своим видео, к своему творчеству. Я просто удалил видео с трейлером из-за того, что я там допустил ошибку. Я исправил эту ошибку, я залил по новой. Так что трейлер у меня теперь без ошибки. Я проверил каждое слово конкретно. Потому что, прям, задумался об этом. Потому что, когда я заливал его, и это было очень глубокая ночь, и я практически спал. Вот. Так что, ребята, просто повеньше всякого идиотизма в комментариях. Потому что я не идиот. Если до сих пор вы смотрите мои видео, вам это интересно, вы это, надеюсь, понимаете. Вы просто подумайте головой. Если мне надо было... Нет, я могу. Я могу сейчас пойти снять час видео о том, как я просто стою в пещере, убиваю мобов и говорю всякую фигню. Вам такие видео понравятся? Да ради бога. Если вам такие видео будут нравиться, будете смотреть, как я убиваю монстров. Ради бога. Я буду... Вот пишите в комментариях. Да, снимай видео о том, как ты убиваешь монстров, просто фармишься. Я буду снимать такие видео. Я, конечно, я буду зарабатывать деньги. Я буду просто обсуждать с вами что-нибудь и снимать видео. Возможно, это будут стримы, потому что их легче выкладывать на YouTube. У меня сейчас спонсор, к примеру, выкладывается уже в третий час, и просто обработка. YouTube плохо обрабатывает это видео, а с Twitch-ом было бы меньше проблем. Вот. И поэтому, как бы, если вам нравится смотреть фарм, то ради бога, я буду снимать, как я фармлю мобов, убиваю их, все в таком духе. Мне или чем без разницы. Я хоть меньше буду заморачиваться о том, что же мне сегодня снять. Блин, какой же квест пройти? Ну, чтобы хоть не было однообразия, чтобы было какое-то разнообразие. Ну, что же придумать? Что же придумать? Я постоянно об этом думаю. А так я без лишних заморочек пошел он и сделал, там, нафармил себе денег, выбил всякую ковнатонну, пошел, продал, еще и денег заработал, и видео снял. Вот. Поэтому, как бы, не будьте глупыми людьми, как бы, и без вас их полно, как бы, поверьте моему горькому опыту. Вот. В общем, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, и всем пока.